Спасибо. Уважаемые коллеги, пандемия коронавируса стала большим вызовом, представляющая собой серьезную проблему для здравоохранения, социальной, экономической, гуманитарной и во многих других областях по всему миру. После вспышки коронавируса практически все страны мира сосредоточились на преодолении пандемии и устранении ее последствий. Однако ряд ранее существовавших проблем не перестали быть актуальными, а в некоторых случаях эти проблемы обосрились. Терроризм, как глобальная угроза, продолжает представлять опасность всему человечеству. К сожалению, пандемия стала новой возможностью для некоторых террористических групп и их сторонников действовать более активно, вести античеловеческую преступную деятельность. В 2020 году Армения и армянский народ столкнулись с серьезным вызовом после того, как Азербайджан начал военную агрессию против Нагорного Карабаха в разгар эпидемии коронавируса. Несмотря на призывы международного сообщества и лидеров стран-сопредседателей низкой группы ОБСЕ, Азербайджан продолжил свою беспрецедентную военную агрессию против Арцаха и армянского народа, используя многочисленные неприемлемые и бесчеловеческие средства. Такие действия, которые типичны для террористических организаций, такие как обезглавление, бесчеловечные пытки и издевательство над жертвами. Официальные заявления разных стран и ряда международных СМИ подтвердили, что Азербайджан при поддержке Турции перебросил в регион международных террористов для проведения военных операций в Нагорном Карабахе. Есть много неоспоримых фактов, подтверждающих это. Есть еще факты, что даже после окончания войны эти террористы продолжают оставаться в регионе, создавая реальную угрозу не только для Армении, но и для других стран региона. Уважаемые коллеги, согласно заявлению о прекращении огня, подписанного 9 ноября 2020 года, должен был начаться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. К сожалению, Азербайджан до сих пор отказывается возвращать армянских военнопленных. Это грубое нарушение заявления от 9 ноября. Сегодня Азербайджан стремится искажать реальность, политизирует вопрос военнопленных, нарушая свои международные обязательства. Кроме того, Азербайджан продолжает агрессивную риторику и антиармянскую политику на высшем уровне. Несколько дней назад в Баку открылся так называемый «Парк военных трофеев». С временем открытия парка и выступления там президента Азербайджана свидетельствуют о том, что эта акция направлена на публичное унижение памяти погибших на войне, пропавших без вести, военнопленных, попрания прав и достоинства их семьи. Это ещё раз доказывает, что Азербайджан не отказывается от агрессивной антиармянской риторики, которая представляет собой реальную угрозу безопасности регион-регионального мира. Уважаемые коллеги, терроризм, насильственный экстремизм и агрессия являются вызовом всему миру. Поэтому мы должны объединить все наши усилия для предотвращения распространения и поддержки терроризма различными группами и странами. Спасибо.